колодец бетонный замечательно вверх вот по такой вот истории никакие влияния извне больше не мешают моему отдыху здравствуйте дорогие друзья с вами канал крымские выходные это наш очередной поход вот в такой вот суперчную погоду сегодня мы с вами побываем на горе кушка я посмотрим на замечательные виды над батилиманом и прогуляемся мартовским лесом так что не переключайтесь надеюсь будет интересно погнали ну а маршрута начинается с поворота на большую севастопольскую тропу по трассе севастополь ялта как всегда друзья нас преследует не очень благоприятная погода уже как за традицию ну а что делать сидеть дома не наш вариант только идти вот так вот люди приехали уже такое предобеденное время мы сегодня поздно выехали но ничего налево нам на вас пи направо нам на пушка и погнали далеко не отходя от начала маршрута друзья я уже встретил первые руины этого древнего места ну как известно сверху был храм святого ильи хотя некоторые скептики считают что это обычный форпост морского дежурства но фундаментов на самом деле на нашей тропе будет сегодня довольно много ну не стоило долго ожидать как вылезло солнышко друзья погода стала пояснее сегодня обещали хорошую погоду так что надеемся на нее а перед нами открываются виды на миллион и вид на гору ильяская замечательная часть берега севастопольской тропы смотрите какие здесь уже виды хорошие также там слева гора лягушка от лирийская такая красотища владимир наслаждается каждые выходные новые маршруты и каждый раз что-то новое вот так друзья дорога набирает потихонечку высоту и мы поднимаемся ну а как же без фактов об этом месте куда мы сегодня с вами направляемся гора кушка я или весь массив этот над затерянным миром это с тюркского переводится как птичья крепость что интересно в крыму три места названием кушка я та самая гора сокол которая была в прошлом выпуске про новый свет мы смотрели на нее на набережной тоже называется с тюркского кушка я вот и интересность этого места в данном случае в том что эти горы имеют свой микроклимат допустим уже поздней зимой январе здесь может в крыму лежать снег идут пронзительный ветер а снизу у пляжа бати лиман который находится снизу быть замечательная погода для тренировок и занятий альпинизмом в чем это место конечно популярна на эту гору ведут порядка 18 троп друзья 18 и у каждого присвоен свой уровень сложности нашем же случае мы сегодня идем самой простой нахоженной тропой наша цель не покорить гору с альпинического точки зрения а просто вот так вот погулять посмотреть на красоты и конечно показать вам эти замечательные места для прогулок для активного отдыха на выходных подъем длительный я думаю он займет не больше часа вот вадимир потихонечку слушая радиоволны идет и любуется весенней погодой ну и как всегда друзья не без находок по дороге вот попалась кусочек бутылки царских времен судя по патине вот такой вот это характеризует довольно устаревшее стекло вылетая старыми технологиями история создания стеклянных бутылок насчитывает тысячелетия первое упоминание о стеклянных сосудах относится к древнему египту где стекло изготовлены из песка и соды впоследствии технология совершенствовалась серьезное развитие стеклоделия произошел в середине века в европе где стеклянные изделия стали производить массово стеклянные бутылки использовались для хранения жидкости в том числе для вина масла воды и других товаров девятнадцатом веке с развитием промышленности машинного производства такие бутылки стали производить значительных объемах в этот период появилось множество различных форм и разных размеров стеклянных бутылок чтобы соответствовать конечно же различным потребностям и товарным категориям и смотрите на его толщину то есть это было что-то с времен начала прошлого века может быть даже и позапрошлого конец ты в порядке а вот смотрите какое интересное растение с какой-то ягодкой плодом я даже не знаю что это такое друзья кто знает напишите в комментариях будет интересно почитать подъем то не просто дорогие друзья казалось бы начала хорошая пошла но вот когда уже пошел от подъем на кушка ю здесь пошла вертикальная такая дорожка так что с передышечками на идем ну что там путник куда дорогу держишь друзья прошлый раз мы с вами были новом свете на тропе голицына и как я и говорил там дорога все лайтовая но здесь здесь это вот если вы не были на мангупе то здесь вот приблизительно такой же подъем затяжной поэтому здесь нужно быть морально физически подготовленными такому путешествию поэтому имейте ввиду ничего страшного всего лишь 600 метров друзья но пока длится наш подъем затяжной я хочу сказать вам еще один такой факт это место также окутано конспирологической такой историей про потерявшуюся девушку 2013 году группа туристов с питера по моему приехала в крым отдыхать четыре молодых человека и с ними девушка четыре человека это были ребята парашютисты которые здесь прыгали с водкушкой девушка приехав с ними на место она отказалась прыгать и решила долго не сидя пофотографировать местные пейзажи и возвращаться обратно вниз дороге вот ну а ребята уже спустились а созвонились с ней хотя он не садился телефон и один из ребят ей дал свой лишний мобильник и связавшись уже под вечер когда уже темнело девушка по мобильню по мобильнику парня сказала что не может найти дорогу обратно что слышит какие-то звуки и вдали видно два красных огонька на что парни и ответили что оставайся будто бы вот на горе разведи костер вот и жди утра утром уже выберешься мы тебя найдем но друзья наступило утро а девушка так и не объявилась связи связь не было и парни не решались обращаться в органы чтобы началась поисковая экспедиция решили сами найти ее и так вот поднимаясь сюда они и здесь искали но все вышло безрезультатно потому что к вечеру вообще связь не пропала как бы телефон наверняка сел как бы казалось друзья девушка была довольно физически подготовленная она много ходила в походы пускалась веревок и вообще вела здоровый образ жизни и то что она где-то потерялась упала это оставалось на дальний план но ребята на следующий день уже после того как не нашли ее решили обратиться все таки в органы и мвд на то время и крымспас начали в этих вот местностях искать девушку потом подключились волонтеры местные жители местные лесники друзья 20 дней шва поисковая операция которая не дала ни одного результата не было не найдено ни тела ее не остатков одежды ничего так вот бы тут разные мнения о том как она пропала люди до такого дошли что будто бы здесь связано иного ее украли инопланетяне или она состояла в секте и куда-то пропала связавшись с какими-то людьми в ночи в общем столько глупых версий но друзья все равно результат один девушка по сей день не найдено ни остатков ее не следов так и завершилась а спустя 20 дней поисковая операция дело передали уже от спасателей просто мвд и так она и висит а насколько я знаю спустя два или три месяца по моему это был в сентябре по моему что ли здесь в этих лесах нашли тело парня молодого лет 18 который решался сюда тоже пойти с друзьями погулять друзья отказались и и видимо что-то со здоровьем у парня случилось и так не было никаких насильственных следов на нем вот его обнаружили туристы недалеко от края кушка и зарослях его уже остатки такая вот ходит легенда здесь которая на самом деле до сих пор не разгадана а возможно те огни были машины просто а возможно это было море лодка версий много но девушка пропала как я и говорил дорогие друзья на горе кушка я собственный микроклимат если на горе может быть довольно холодно то внизу будет очень благоприятная погода для прогулок смотрите вот она дымочка здесь вот такие от келесе виды я уже поднялся вадимир я за мной потихоньку так что сейчас его будем ждать здесь вот такая красота видите вид на вас пи бухту вас пинскую замечательно красивейший курорт гора ильяская и море черное море ух это здесь внизу идет наш комрад походного дева владимир дорогие друзья мы воссоединились с вадимиром подъем покорен владимир как следует пропотел и покорил гору кушка я да я так сказать сверху она так сказать снизу покорена мы идем к обрыву смотреть на замечательный вид на вас пи и на большую севастопольскую тропу идущую вдоль по берегу сторону бала клавы здесь вот так уже поляночки начинают идти смотрите друзья облака до идут мы довольно высоко и признаюсь вам тут довольно холодно в отличие от того как начинался день внизу было теплее несмотря на пасмурную погоду ветерок здесь пронзительный хочу заметить друзья смотрите на вот это поле она полностью перерыта кабанами вот следы их жизнедеятельности даже здесь насколько я знаю здесь есть загон у лесников недалеко где были как они их прикармливают и держат вот видимо дома одомашненных а вот это друзья кизил кизиловое дерево его очень много по дороге встречалось а желтые цветочки красивенькие шапочки такие появляются довольно рано ранее весной вот так мы идем смотрите парит так стояночки здесь есть людей куда довольно друзья холодно холодно очень еще вот стояночки она вот туда а я друзья поднимался смотрел еще думаю подснять но мало было пролесков а вот поднявшись здесь уже вот такие прям добротные стебелечки пролесков смотрите сколько их на вершине повсюду они подснежники уже все отдали почесть свою сейчас дело вот таких вот красавцев пролесков ну а скоро и пионы пойдут друзья дикие тюльпаны в общем листа набирает оборотик я уже не дождусь когда начнут сбухать почки на деревьях начнут листики появляться чтобы картинка уже радовала лесом когда идешь а лес уже позеленевший ну и вот дорогие друзья начинается тот самый вид за которым я сюда пришел ух смотрите какая красота вот он ботилиман снизу нас и гора кушка я вадимир уход это виды вот это виды ё-моё граждане я поражен обалдеть смотрите как доскала режет облака а снизу причем полная ясность смотрите вон солнце светит там наверно люди гуляют а здесь вот такая вот история хорошо не сдувает с ног давайте друзья пойдем дальше на пик кушка и ну а дальше будем уже двигаться в сторону затерянного мира друзья довольно рискованно здесь опасно обрыв здесь 670 метров над уровнем моря смотрите просто монолитная скала кушка я птичья крепость и вот там вот у нас урочище ботилиман какое все маленькое в масштабе глядя отсюда вот друзья пик пушка и шестьсот шестьдесят четыре метра и с видом на поселок ласпи друзья ведь это все тоже древние греческие поселения здесь были периода 10 до 15 века если я не ошибаюсь снизу где лежит дорога всего 100 приялта и отсюда было порядком семи поселений семи греческих том числе и мыс айя на который которому с ним прогуляемся тоже древнегреческое название и конечно же это считается самым большим в крыму рифом в том числе самым большим во всей европе вот такая вот здесь высота перепад очень значительный потому что он резкий поэтому кажется невероятно высоко даже на камеру прощупывается высота друзья летит орел ищет себе добычу наверное красотища в каждом восхождении на гору мы находим отражение собственных сил и слабостей и лишь достигнув вершины мы осознаем что истинное покорение начинается именно с себя друзья поставьте лайк этому видео если вам понравилось а если вы впервые с нами подписывайтесь и давайте гулять вместе друзья поделав замечательных фотографий я думаю нам нужно покидать это место с куска с кушка и и идти уже к мысу айя и сторону затерянного мира потому что день короткий а видов много и нужно запить все очень жаль покидать данное место мне очень понравилось здесь релаксировать на обрыве но порывы ветра срывают вот друзья идет дорога мы все идем путь довольно простой но я заметил такой интересный факт что что лесники здесь совсем не работают смотрите сколько сухо стоит здесь просто валом поле поваленного леса веток так во всем этом лесу самого начала дорогие друзья все таки я застал подснежники уже конец марта и еще вот здесь такие вот останутся еще растут интересный цветок крыму он довольно рано сходит в отличие от других регионов россии и вот так вот почти что до апреля цветочек стоит я вот еще одни открывшиеся замечательные виды немножечко не растянулась а и вот так вот все она красота наша . сейчас лежит в дом что нужно дойти вот до этой смотровой до затерянного мира и будет смотровая там я в общем получилось очень неудачно дорога дальше была перекрыта и нам пришлось развернуться так что он с вами гулять горой кушка я смотреть над эти виды и искать место для привала для такого хорошего прогулочного дня я бы сказал даже такого физкультурного дня так что не переключайтесь все хорошо конечно ходить можно долго ну и пора честь обеду знать с видом на балаклаву друзья будем наверное садиться кушать вот так проводя наш пикничок друзья погода играет все теми же тонами очень сильно здесь играется ветер все в дым очки а где-то далеке как вы можете заметить светит солнце вот что называется неудача и с места прогнали и погода прогоняет так что сейчас пойдем обратно на кушкаю дорогие друзья посмотрим еще раз на виды и наша прогулочка на этом точнее маршрут ее наверно закончится так как время довольно уже позднее и можно было сходить добыть и лимана но это еще дополнительно наверно часа два хотя там есть что показать тоже ну что владимир вы расстроились этим днем или довольны все очень хорошо что замечательно а то что нас выгнали вы не считаете что это ничего страшного бывает и хуже но реже а погода как вам погода сначала обрадовала но потом как видите под затянуло стало пасмурно и особенно вот это когда долго посидели немножко даже зябко и такое другие друзья бывает неудачный выход не опознанный маршрут потерял дорогу села батарея ну в общем множество факторов может сыграться в походе как и в этом дне погода неприятно такая сырая как будто вот-вот либо нет дождь к тому еще очень сильный такой холодный ветер вот поставленные цели не достигнуты и мы вынуждены возвращаться назад но ничего жизнь продолжается и нас ждут с вами очень интересные путешествия по нашему любимому краю мы вам покажем много чего интересного в дальнейшем еще и погода будет меняться будет теплее зеленеть все становится краше в общем только все лучше поэтому вот так друзья понимание погоды в этом месте смотрите какая тут хмурая история и вон вдали город севастополь за этой горой гора аскети на которой мы с вами были на бочке смерти и видим там погоду там у них солнечно а у нас вот так ну ничего во всем есть своя красота правда владимир золотые слова лирический день таким вот животворящим видом и супчиком и 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 а и и и и еще и и и беленькие прям на обрыве смотрите аккуратно довольно опасная вещь затеял вот балкончик ухты вот это да квас если бы еще не ветер опасненько описать и как круто здесь пыльность веревки для тех кто любит такое обрыв а мы здесь оказались смотрите камни пляж водичка даже где-то видно прям совсем прозрачная вон голубого оттенка снизу светит солнышко уже закатная друзья уже девок вечеру мы вот так вот раз обволакивают этим вот облаком которая нас весь день сопровождает не зря я говорю про микроклимат этого места что здесь вот это вот может быть круглый год довольно здесь будет холодно в отличие от низа потому что низменность балакваска это ты вот бухты и всей тропы она батилиман вот ласпи она немного другого климата все-таки а вот смотрите какая здесь бухта красивая просто будем подниматься вот смотрите здесь еще какие-то цветочки с интересные друзья я такие еще не видел до сегодняшний день именно вот здесь вот так вот на обрыве интересно да вот растительность как она растет о чем мы с вами говорили ранее что стоят немножечко с вами стропы и сразу появляются какие-то интересные находки а вот петрушечка владимир на связи своими соратниками выползем вверх вот по такой вот истории дорогие друзья ну и проходя на гору кушка я вы никак не могли бы не заметить слева от вас вот такие вот руины в каких-то источниках говорится что тот самый храм святого ильи на топографических картах это значится как наблюдательный пункт черноморского флота то есть эта постройка скорее всего 20 века владимир назовет здесь какое-то подземелье да уж не могила ли это нет это вряд ли ну в общем вот такие вот в чем объясню кто считает что это храм я не знаю точно информация друзья вот здесь сходится такая вещь как связывающее вещество на камне то что здесь где-то люди людьми был замечен цемент и соответственно в древности как считают это бухрам порядком 13 века уж никак не может быть цемент то есть садили все на известь так что друзья интересно будет посмотреть за это место он довольно большой вот я стою вон владимир да и вот такой вот масштаб этого строения точнее все что от него осталось судьба его конечно неизвестно так как он вообще смотрите он просто сломлен следов каких-то пожаров ну то есть скорее всего что война вот такая здесь колонна как барельеф ну да друзья обойдя не надо ничего искать все становится явью как только вы увидите вот этот вот колодец бетонный это та самая рчв резервуар давать для воды здесь скапливаясь вода и скорее все люди которые нести здесь службу вот ею и пользовались это скорее всего обслуживающая какая-то коммуникационная такая вот шахта водопровода так что никакого здесь древнего места нету есть но она дальше ну что дорогие друзья вот и подошел к концу это замечательный день хотя и не совсем и продуктивной мы прошлись на гору кушка я посмотрели на замечательные виды и нас настигла плохая погода хочется поблагодарить за просмотр спасибо то что ставите лайки и опять же спасибо за комментарии ну а мы прощаемся то ли еще будет и 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 Продолжение следует...